ну а мы едем далее на очереди следующий поединок весовая категория 66 килограммов поприветствуйте первого бойца синий угол октагона боец из кардистана бектур зубу карула а вновь нас публика весовая категория бектур зубу карула против саида хотя его так бектур наших экранах молодой 22-летний боец представляющая кыргызстан и куб правда бектур призер чемпионата кыргызстана по самбо 2018 года а свой профессиональный путь в мм и начал не так давно в 2019 году и пока у него отрицательный рекорд хотя разные источники сегодня в случае успешного выступления может быть этот рекорд станет равным потому что где-то две победы одно поражение где-то одна победа и две неудачи дебютные бои зубу кара выиграл удушающим сзади у батержона бобилова а вот потом случились две неудачи глеб михалёв и сумел бектуры задушить а улухназар урматбек выиграл решение было это феврале 2020 года и с тех пор этот парень профессионально не дрался получается простой и приличный почти годичный посмотрим что сегодня покажет бектур но вести ради отметим что все таки он сегодня нет а лари а зевер поприветствуйте его соперника в красный угол октагона боец из россии саид хаты ждем появления саида хати его а вот и он шесть побед три поражения его профессиональный рекорд из шести побед 5 нокаутом 1 сабмишином из трех поражений два поражения сабмишинами одно решение девяносто шестого года рождения 25 лет представляет нижний новгород мастер спорта по мма представляет центр единоборств мма профи дебютировал саид в 2016 году в поединке с валерием китаевым которого победил техническим нокаутом в первом раунде том же году разобрался тем же способом с николаем еремином затем уступил в 2017 году известному нам алексею липунову и ирмеку лау в 2020 году сразился с шамилем гасановым которому уступил решением судей алексей кстати этот бой комментировал последний поединок провел в октябре 2021 года одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над азизом мухтаровым что касается его стиля он занимает как правило центр но не спешит идти в атаку сразу присматривается к оппоненту неплохо защищается в стойке старается прижимать и контролировать оппонента у сетки в него нелегко попасть сайт постоянно перемещается активно двигается в целом достаточно универсальный боец без ярких слабых и сильных сторон у него отлично еще оверхенды и если максимально быстро находится дистанцию сайт то его сопернику как правило приходится очень туго а теперь знакомиться с бойцами и первого я синий угол по 22 года рост метр семьдесят восемь сантиметр вес ровно 67 килограмма он призер кыргызстана по самбо профессиональный рекорд три боя две победы одно поражение представляющий спортивный клуб правда кыргызстан бектур зулпу каула его заборник 1 угол по 25 лет рост метр семьдесят два сантиметра вес ровно 66 килограмма он мастер спорта по мм и профессиональный рекорд 9 боев 6 побед 3 поражения представляющий центр единоборств мм а профи россия нижний но в гостей а рыфери в октагоне никита меркулов никита меркулов рассудит бектура зулпукара и саида Хатиева. Биктур в синем углу. Саид в красном. И смотрим. Не моргаем. В разных стойках бойцы. Комфортно деливший Биктур. Попытался пробить лоу-кик. И... Хорошая комбинация. Очень легко заходит в борьбу. Саид Хатиев добивается своего. Боковой контроль. Да, на дистанции остаться не получилось у Биктура Зулпукара. Хотя преимущество с точки зрения антропометрических показателей у него было. Сейчас, скорее всего, Саид Хатиев освободит голову и вполне вероятно зайдет в полный маунт. Ищет там замок под также вероятный ручной треугольник. Очень деловито. Отключает руку. И здесь уже могут дела остаются совсем плохие. К распятию очень близок Саид Хатиев. Возможно, подключение локтя. Мастит, мастит Биктур. Ничего другого не остается. Да, но пока неудачно. И вот полетели локти. Попытался развернуться Биктур, но Саид его, конечно, никуда не отпускает. Снова отключает руку. Очень деловито работает Саид Хатиев. И вот так вот. Не защищается фактически Зулпукар. И основания для стоги встречи уже появляются постепенно. Крутится, отчитая порцию ударов. Локти. Оу, какие попадания! Да, ничего Биктур Зулпукарулу сделать здесь не может. Пропускает удары. Пытается перекрываться. Саид Хатиев продолжает гнуть свою линию. И все в голову. Наносит удары без ответа. Все в голову. Все туда, куда нужно. И, конечно же, здесь оборона становится пассивнее и пассивнее. А может быть, Биктур и рад бы сопротивляться. Да не может локти. На самом деле встречу уже можно останавливать. Но Никита Меркулов не торопится. Пытался развернуться. Сейчас Биктур. Чуть было не отдал руку. На Омоплату можно было выйти. Ну и, видимо, придется еще дальше работать. Саиду Хатиеву. Продолжает пропускать Биктур. Тяжелые, опасные удары. Но при этом пока в сознании Биктур. Да, очень много здоровья уже оставил Биктуру Залпукар в этом бою. Середина раунда. Снова легко достаточно опрокидывает Саид Хатиев своего оппонента. Полный маунт. Локоть. Да, разница в классе здесь видна невооруженным взглядом. Саид Хатиев делает практически все, что хочет. Ну, пока досрочно выиграть не может. Хотя, действительно, все шансы к этому были. Опять распятие. Отключил снова руку. Есть несколько ударов со стороны Саида. Сверху безответных. Рефери делает первое предупреждение. Посмотрите, сколько попаданий там. И выкручивается раз за разом, но нет. Действительно, непонятно, сколько можно пропускать. все-таки рефери понял, что ничего уже Бектур не может сделать и остановил поединок. Саид Хатиев одерживает победу. 80 ударов. 80-0. Вот такая статистика. И только одна попытка была у Бектура провести удар, донести его до цели неудачная. Но Хатиев там работал действительно, как пулемет Максим просто. смотрим еще раз. Прекрасное выступление, очередная досрочная победа, победа техническим нокаутом в исполнении Саида Хатиева. поблагодарил в том числе свой клуб за эту победу. И вот и поединки. Победу техническим нокаутом одерживает боец представляющий центр единоборств ММА-профи Саид АТИЕ! Поздравляем Саида Хатиева с этим успехом, а молодому Виктуру Зулпукару желаем психологически не сломаться. Ничего страшного не произошло. Сегодня соперник был сильнее, но это не значит, что нужно останавливаться. Наоборот, это повод расти дальше и развиваться в смешанных единоборствах. Если нужно проиллюстрирует доминирующее выступление, наверное, бой между Объектуром и Саидом подходит максимально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА